Вот по такие звуки живой природы школьнику Диме приходится заниматься каждый день. Основной свет не включает. Спасает настольная лампа. Заметная выпуклость на потолке в его комнате светильствует об одном. За натяжным материалом скопилось приличное количество воды. Вот Дима и боится включать основной свет. Вдруг замкнет и вспыхнет. При лампочке в таком свете все капает, мокнет. Не знаю, что делать. Диму воспитывает одна бабушка, Ольга Васильевна. Говорит, два года назад, когда в доме начали делать капитальный ремонт, стали копить на собственный, чтобы обновить квартиру. Два месяца назад закончили обустройство. В своей комнате внук делал все сам. Готовил стены для обоев, клеил их и мебель собирал. Я живу одна, на пенсии. Вот воспитываю внука, я опекун, бабушка. И вот я не знаю, к кому обращаться. Я вчера вызывала опять коменданта второй раз. Опять написали акт. Первый акт где-то в производстве. Второй акт вот написали вчера. Не знаю, в каком производстве. И куда мне бежать. Вот сейчас вот это вот все снимать. Вот видите, все надулось, все и по полу вода. Вчера вообще такая лужа была здоровенная. Тут все. Стол вот новый мы купили. Видимо, он в воде-то стоял. Вот эти все ножки разбухли. Ну и все, мебель у нас новая. Все, я не знаю, вот, ну до слез прямо. 33 года жили и ничего не было. А в этой комнате была похожая ситуация. Здесь остались отголоски потопа. Здесь просохло, ну вот с неделю назад, наверное. Тут две недели назад бежало. Оно вот именно вот здесь вот капало. И, видимо, раз здесь капало, она вода-то уходила сюда, как бы. И вот сюда прямо на пол все везде. На подоконник на пол. Вот там вся желтизна. Вот тут вот тоже все-все-все. Ну мы вызывали, приезжала машина с подъемником. Убрали снег сверху. Ну вот снег-то сверху убрали, оно меньше стало капать. С ровного места топить не начнет. Лезем на чердак. Дима показывает место над своей комнатой. Деревянные балки, которые держат крышу, мокрые. Бетонные блоки в некоторых местах тоже. Невооруженным глазом видно, как вода капает с нависших сосулек. Не жалея стен и потолка, попадает прямо в квартиру Стрельниковых. Дима регулярно лазит на чердак, чтобы осматривать по периметру, где расположена его квартира. Просто чтобы понимать, откуда дальше начнет капать. Сосульки бывало убирал, чтобы не капало. Но все равно капает. Там под крышей, под самой лед. Все везде. За коммунальные услуги Стрельниковы платят регулярно и просят элементарного, комфортного проживания в собственной квартире. Они мне сказали в ЖКО, что это виноват подрядчик. А я говорю, а где этого подрядчика мне найти? В Екатеринбурге он этот подрядчик. А я что, буду по Екатеринбургу бегать и сказать, я ведь не нанимала подрядчиков. В выходные Стрельниковы вызвали специалиста, чтобы слить воду с натяжного потолка. Платно. Сделал быстро. Все лампочки поставил на место. Только легче от этого сильно не стало. Придется менять потолок. В управляющую компанию Ольга Васильевна приходила в пятницу после нашей съемки. Там между делом сказала, что уже обратилась на телевидение. Генеральный директор полевской коммунальной компании Игорь Сурченко полевчанку принял лично. По заявлению в данном случае Стрельникова мы будем решать вопрос о компенсации вреда, его каких-то количественных показателей, денежном выражении. То есть, естественно, что мы не останемся безучастными и будем решать этот вопрос. Нашими сотрудниками производится оценка. Дальше мы рассматриваем вопрос о выполнении работ своими силами, либо с привлечением лиц, которых выберет в данном случае Стрельникова. Ну и речь идет, соответственно, о цене. То есть, устраивает ее наша цена, не устраивает, устраивает ее работы, которые мы произведем, либо не устраивает. Обычно все решается, если такие случаи бывают, они крайне редкие, но все-таки, если не бывает, то решается все в досудебном порядке. Снег с крыши дома коммунальщики убрали. Это хорошо, но погода на Урале непредсказуемая, а это значит, что ситуация в квартире Ольги Васильевны может повториться. Правда, коммунальщики пообещали, что в ближайшее время соберется комиссия с представителями администрации и фирмоподрядчиком. Будут решать, кто же виноват. Обещали дать ответ через неделю. А пока мы будем следить за ситуацией и вернемся к этой теме совсем скоро. Ольга Демьяниц, Алексей Карипанов. Новости 11 канала.